Можно в Крыму будет русский язык вторым? Скажут они. И что мы им скажем? Это вообще не только продуктивная дискуссия. Что значит Крыму они будут спрашивать? Почему? Они будут это говорить? Они будут это говорить? Коля, ну это же без розовых очков. Они будут это говорить? Смотри, там же было много лет, украинский язык, все нормально, и деловодство велось, и все хорошо было. И все подавали в суды, и оформляли документы украинского. До 9 лет ты имеешь в виду, а теперь 10 у них был спрашивают русский. Да, ну слушай, я прекрасно понимаю, как он проходил этот процесс. Они переоформлялись украинскую мову, и все на русский. И они сталкивались с той же украинской мовой в документном обороте. Коля, там три украинские школы. Нет, я закончил школу в Крыму. Я закончил школу в Крыму, который входил на права области в Украинскую ССР. Мы в школе учили украинскую... Еще до автономии? Ну конечно. А когда автономию дали, простите? Автономии дали в 90-е годы, в 92-е годы. Это когда, да, перед Мешковщиной. А это была область в составе, Крымская область, со столицей областным центром, город Симферополь. Это областной центр. И там вполне нормально, население знает украинский язык. Население... По большому счету, вот что есть. Если разобраться с кейсом Крыма, на самом деле, четыре Крыма. Первый Крым, это Севастополь. Совершенно отдельная история. Это отдельная история. Российский флот и кубло российских военных пенсионеров, да? Второй Крым, это ЮБК. Начиная с того момента, что там были дачи ЦК, и там, ну, дачи. ЮБК это дачи. Третий, это весь остальной рабочий Крым, который не очень-то отличался от Херсонской или Запорожской области, или от Луганской области. И четвертый Крым, который возник после там 89-го года, это крымские татары. И вот говорить о Крыме, как о нечто там гомогенном, однообразном, ну, вот несколько неправильно. Если в Севастополе действительно проблема была с русским языком, и исходя из великорусского там шовинизма и превосходства, жители Севастополя, некоторые жители Севастополя, вот так вот я скажу, пренебрежительно относились к украинскому языку, то я проживаю в городе Феодосии, и учащийся в седьмой школе, я, мы весь класс учим украинский язык, мы читали книги на украинском языке, количество книг, почему на украинском языке, да потому что Украина в тот момент печатала громадное количество фантастики, громадное количество там каких-то детективов, которые было невозможно найти на русском языке, на украинском, было в превеликом ассортименте, мы все это читали. Ну, то есть вопрос закрыт, язык закрыт. Хорошо, следующий вопрос, например, какой? Давайте, смотри, язык по языку, написал Николай Иосов, говорит, пять лет для перехода на украинский, ну, собственно, должны быть какие-то рамки, ну, должны быть рамки, даже, вот, вот, я считаю, что нужно, нужно играть в то, чтобы уйти от создания новых конфликтных точек, вот, максимально выбить то, что, как бы... Не плодить врагов. Да, то, что может их создать, как бы, там, да, и запустить долгосрочные процессы, которые позволят тебе взять под контроль. Вот еще раз возвращаюсь. Когда Украина запустила независимое оценивание школьное, было разработано там сколько там баллов при сдаче украинского языка, так вот, лидерами в Украине были дети из Севастополя. Это как обычно бывает, да, часто. В Севастополь, вот, дети, там, в какой году, до 2014 года, там, вполне нормально изучали украинский язык. Моя гимназия 178, у города Киева, она, будучи русской гимназией, но еще в те времена, всегда брала первые места по украинскому языку и литературе. Я думаю, что это довольно... Нам инспирировали эту проблему. Нам ее вживили. Давайте просто не тратить на это время, мы же нормальные люди. Все, забыли про язык.